Уважаемые коллеги, в подтверждение выступлений двух предыдущих докладчиков, профессоров Гинделек и Мельник, я хочу сказать, что вот здесь уже проводятся клинические испытания, направленные на лечение сахарного диабета второго типа, и как раз идет исследование комбинации аллогрептина и метформина. Должен сказать, что результаты весьма хорошие, очень эффективно себя показывает это сочетание. Ну а теперь непосредственно о сути моего доклада. Я бы назвал так, многоуровневая коррекция энергетического метаболизма. Почему? Да по той причине, что биоэнергетика в нашем организме занимает ведущее место. И именно ей подчинено все. На поддержании биоэнергетики клетки может быть использовано абсолютно все. Даже может происходить деструкция структурных элементов клетки, например, белков. Они разрушаются, освобождаются аминокислоты, которые дезаминируются и отправляются в биоэнергетику. Все направлено на то, чтобы поддержать высокий уровень энергетики. Каковы основные субстраты для биоэнергетики? Ну прежде всего я хочу напомнить уважаемым коллегам, что в сутки в нашем организме синтезируется до 60 кг АТФ. И поэтому, конечно же, вот я помню в конце 60-х годов, когда очень увлекались введением АТФ в двухмиллиметровых ампулах, там было 100 мг АТФ. И оно помогало от всех болезней, от головы, от живота, от всего. Почему? Ведь этих 100 мг в 60 кг балансе вообще ничего не значат. Это даже не положительная величина, но, видимо, внимание, инъекция, уход, оно создавало такой благоприятный фон, когда человек легче переносит свои заболевания. Так вот я могу сказать, все мы еще из студенческих лет помним, что основными субстратами являются углеводы, липиды и белки, аминокислоты. Но здесь я должен сказать следующее, что, во-первых, доля каждого из них неравноценна, потому что 2 трети всего количества АТФ дают нам углеводы, треть дают нам липиды, высшие жирные кислоты. И лишь порядка где-то 5-7% дают аминокислоты. И здесь я хотел бы отметить, что и потребляют эти компоненты различные органы с различной активностью. Ну, наиболее нуждается в углеводах, главным образом в привозных углеводах, это мозг. Он стоит на первом месте, затем печень, затем скелетные мышцы и на последнем месте стоит миокард. Я специально выбрал такие 4 органа, которые имеют ведущее значение в нашем организме. Какой путь и окисление? Ну, прежде всего, это может быть анаэробный путь, гликолитический, который дает незначительное количество энергии, это порядка 7%. А вот аэробное окисление углеводов, которое включает в себя цикл трикарбоновых кислот и коневое дыхание, дает 92-93% всей энергии. Высшие жирные кислоты дают треть количества АТФ. И здесь на первом месте стоит миокард. Оказывается, что миокард с большой неохотой потребляет углеводы, а гораздо интенсивнее использует высшие жирные кислоты, а еще лучше использует кетоновые тела, ацетауксусную кислоту. И когда спрашиваешь у некоторых врачей, вот особенно на пацах и так далее, когда идут экзамены, скажите, как вы относитесь к кетоновым телам? Все дружно отвечают, отрицательно. Да, но это важнейшие энергетические субстраты в нашем организме, и миокард потребляет. И мы не определяем в моче и в крови кетоновые тела не потому, что они не синтезируются, а потому, что они активно поглощаются, и таким образом мы их не находим ни в моче, ни в сыворотке крови. Так вот, миокард потребляет огромное количество высших жирных кислот, за ним идет печень, мозг и еще меньше скелетные мышцы. Какие пути окисления? Аэродное бета-окисление высших жирных кислот, СТК и тканевое дыхание. И, наконец, аминокислоты. Здесь на первом месте стоит мозг. Да, действительно, процессы дезаминирования аминокислот стоят очень активно на первом месте по той причине, что находясь в постоянном дефиците углеводов, ведь по каким-либо причинам содержание глюкозы в крови может снижаться, и тогда мозг остается без глюкозы. Значит, для того, чтобы каким-то образом компенсировать возникшую ситуацию, мозг активно используется в целях биоэнергетики аминокислоты. Так вот, на первом месте стоит мозг, потом печень, миокард и, наконец, скелетные мышцы. Каковы пути окисления, окислительное дезаминирование и превращение в пируват, а затем в последующие метаболиты цикла трикарбоновых кислот. Следующий, пожалуйста. Вы знаете, я, вот готовясь к сегодняшнему выступлению, сделал один маленький расчет. Во мне почему-то проснулся бухгалтер. Понимаете, говорить о том, что ценность высока и так далее, это как-то такие нереальные величины, которые трудно сравнить. А я взял и посчитал, какова же энергетическая ценность одного атома углерода в этих субстратах. Оказывается, что молекулы глюкозы, окисляясь до углекислого газа и воды, нам дает 38 молекул АТФ. То есть на один атом углерода, глюкоза, их там 6, мы получаем 6,3 молекулы АТФ. И при этом затрачиваем 5 атомов кислорода. Как окисляются высшие жирные кислоты? Ну, например, пальмитиновая кислота, она имеет 16 углеродных атомов, полное ее окисление до углекислого газа и воды дает нам 130 молекул АТФ. То есть один атом углерода дает 8,1 молекул АТФ, и на ее окисление идет 39 атомов кислорода. То есть энергетическая ценность атома углерода, высших жирных кислот, выше, чем глюкоза. Но и в 8 раз больше расходуется кислорода. Вот это я хотел бы напомнить вам. Следующее. Учитывая, что миокард, а мы-то всегда сталкиваемся в большей части с патологией миокарда, с ишельей миокарда, я хотел бы, чтобы мы рассмотрели, каков же механизм использования высших жирных кислот миокардом. Оказывается, что высшие жирные кислоты окисляются в митохондриях клетки. Но сама жирная кислота не может пройти через митохондриальную мембрану. Необходим определенный переносчик. И вот таким переносчиком является ацилкарнитинтрансфераза. Это фермент, который вмонтирован в мембрану митохондрии и имеет такую ловушку, которая носит название карнитин. Карнитин в цитоплазме связывается с жирной кислотой. А затем весь комплекс фермента поворачивается и вносит это соединение карнитина с высшей жирной кислотой в митохондрии. Затем жирную кислоту бросает в митохондрии и поворачивается со следующей молекулой высшей жирной кислоты. А эти жирные кислоты начинают окисляться именно в митохондриях. Следующий слайд, пожалуйста. Что же происходит в результате создания какой-то стрессовой ситуации в норме? Ну, как говорил Остап Генберг, дышите глубже, вы взволнованы. Значит, это, видимо, не напрасно, потому что, да, действительно, при стрессовых ситуациях мы начинаем потреблять больше кислорода. Это в норме, так хотелось бы. Значит, нет, нет, вы поспешили, посмотрите назад, пожалуйста. Нет, нет. Следующий. О, нет. Вот теперь хорошо. Значит, стрессовый сигнал поступает, увеличивается доставка кислорода, усиливается мобилизация высших жирных кислот, усиливается синтез карнитина, транспорт этих жирных кислот в митохондрии и окисление жирных кислот в митохондриях и получение того большого количества молекул АТФ, о котором я только что говорил. А что же происходит при ишемии миокарда? Следующий слайд. Стрессовый сигнал, но в ткани дефицит кислорода. Развивается ишемия. Острый болевой синдром, выброс катакола минов, активация липолиза, потому что адреналин активирует липолиз, мобилизация свободных жирных кислот, накопление их недоокисленных продуктов, потому что мало кислорода, блокировка доставки макроэргов, разрушение клеточных мембран и наступает гибель клетки. Значит, наверное, для того, чтобы сохранить работоспособность миокарда в условиях ишемии, нужно переключить биоэнергетику миокарда с окисления высших жирных кислот, для чего требуется значительное количество кислорода, я только что вам это показал, в 8 раз больше, чем для окисления углеводов. На то, чтобы миокарда окислял углеводов. Как это можно сделать? Наверное, это можно сделать путем блокады вот этой ферментной системы, которая переносит жирные кислоты из цитоплазмы клетки в метагонрии. Я сказал, что акцептором жирных кислот выступает карнитин. Следующий слайд, пожалуйста. Так вот, предлагается препарат Вазонат. Это майдония гидрат, который является структурным аналогом предшественника карнитина. Если нарушен процесс связи жирных кислот с переносчиком, то, во-первых, снижается транспорт жирных кислот в метагонрии, тормозится их окисление, стимулируется окисление углеводов, и за их счет увеличивается поставка кислорода в клетки, восстановление функции клеток, и это проявляет свою эффективность как при хронической, так и при острой и сочетанной патологии. Кроме того, было установлено, что ингибитор, конкурентный ингибитор карнитина усиливает индукцию синтезооксида азота, который в свою очередь нормализует тонус сосудов, тормозит агрегацию тромбоцитов, что немаловажную роль играет в развитии поражений миокарда, уменьшается периферическое сопротивление сосудов. Следующий слайд. Каковы же показания для применения вазоната? Ну прежде всего в комплексной терапии, стенокарпии, хронической сердечной недостаточности, дисгормональной кардиомиопатии, комплексной терапии хронических нарушений мозгового кровообращения, а также в лечении абсцинентного синдрома и хронического алкоголизма, а кроме того, в восстановлении после тяжелых заболеваний сниженной работоспособности и физических перенапряжений. Следующий слайд. Посмотрите, как взаимодействует вазонат с лекарственными препаратами. Его можно комбинировать с антиангинальными, антикоуглянтами, антиагрегантами, антиаритниками, сердечными гликозидами и дюретиками. Он усиливает действия нитроглицерина, нефидепина, бета-адреноблокаторов, антихипертензивных средств и периферических фазодилататоров. Так, я перечислил как раз вот те пять групп препаратов, которые назначают гипертоникам бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, ингибиторы кальцийных каналов, дюретики. Вот они где находятся. Так, наверное, если мы повышаем эффективность этих препаратов, и комбинация вазоната с этой терапией будет давать возможность снизить количество или концентрацию вводимых препаратов. Следующий слайд. Какова фармакокинетика вазоната? Он хорошо всасывается. Его биодоступность составляет почти 80%. Максимальная концентрация в плазме через полтора-два часа. Продукты биотрансформации вводятся через почки. Период полувведения от 4 до 8 часов. Следующий слайд. Каковы побочные явления и противопоказания? Ну, как обычно, это чувствительность препарата, беременность, кормление грудью. Здесь есть одно ограничение. С осторожностью назначать при заболеваниях почек и печени. Почему? Потому что вводится препарат через почки. Далее. Вот разработчики постарались, указали, что применение препарата не влияет на качество управления автотранспортом. Сейчас это требуется от изготовителей, но они уже поспешили и дали нам такой результат. Следующий слайд. Каковы способы применения и каковы дозы? Это желатиновая капсула по 250 мг. Есть растворы для инъекций по 100 мг препаратов в 5 мл в амбулах. И назначают по 500 мг две капсулы утром. Курс лечения от 2 недель до 4-6 недель. И можно неоднократно повторять эти курсы. Производитель Align Farm. Следующий слайд. Таким образом, цитопротектор комплексного действия для профилактики лечения ишемических поражений различных органов и тканей у пациентов с сочетанной патологией. Защита клеток от ишемического повреждения при истанной карте, инфаркте миокарда, хронической сердечной недостаточности и нарушениях мозгового кровообращения. Кроме того, высокая эффективность при острой хронической ишемии любой локализации. Оптимальная доза, как я уже сказал, 2 капсулы в день. 500 мг. Вы знаете, вот я так уже достаточно продолжительное время связан с этим препаратом. И за время работы с ним и информации слушателей возникает целый ряд вопросов. Ну, первое, меня иногда спрашивают, скажите, вот вы говорите об азонате, как препарат, который улучшает работу миокарда и так далее. А вот есть элькарнитин. Вы сталкивались с этим препаратом. Тоже повышает работоспособность, повышает, так сказать, качество и все прочее. Так как же быть? Что лучше? Я говорю, лучше и карнитин, и вазонат. Ну, что я не уведу, ковыряю. А именно, если перед вами здоровый человек, препарат, который вот занимается спортом и готов поднять 200 кг в штангу, а вы хотите, чтобы он поднял 250, дайте ему карнитин. Это улучшит его энергообеспеченность, и он покажет высшие результаты. Но если перед вами больной постинфарктник, или больной, который находится в состоянии ишемии, ему карнитин. Ничего не поможет. Он усугубит в состоянии гипоксии, потому что он усилит потребление жирных кислот, и потребуется больше кислорода. Дайте ему вазонат. Вы знаете, когда мы ехали сюда, обсуждали этот вопрос, мне сказала моя спутница, говорит, вы знаете, у меня так получилось, у меня был этот препарат, два моих близких человека, брат и муж, значит, куда-то ехали в командировку, ну и я достала, значит, вазонат, дала, у брата было что-то с сердцем, то ли какая-то такая остальная кардия, или там ишемия, ну во всяком случае, а муж, ну, как будто бы тоже внешне здоровый человек, и, значит, я им обоим вручила вазонат. Там товарищ, который имел проблемы с сердцем, приехал и сказал, что замечательный препарат, да и еще. А тот, который не болел, сказал, товарищ, я поправился, но особого ощущения прилива сил и прочее я не ощутил. Да, это так и есть. Это лишний раз подтверждает то, что вазонат нужен для больных людей. Это первое. И второе, чисто такая спекулятивная мысль, которая посетила меня, это заключается она в том, что мы сейчас много внимания уделяем статинам. Да, действительно, это хорошие препараты, они прочь, но станете свое место в медицинской практике, я о них говорить не хочу. Но, они блокируют синтез холестерина. А из чего синтезируется холестерин? Из эндогенных холестерин, из ацетилкоэнзима А. Откуда берется ацетилкоэнзима А? Он выходит из метафондрии, если он не используется в метафондриях. Он выходит из цитоплазма. Кто его переносит? Оказывается, что это ферментная система, ацетилкарнитинтрансфераза, она может работать в двух направлениях. Она берет жирную кислоту из цитоплазмы и переносит в метафондрии. А если в метафондриях накапливается ацетилкоэнзима, она выносит этот ацетилкоэнзима в цитоплазму, где он используется для синтеза жирных кислот и он используется для синтеза холестерина. Так может быть, это один из путей уменьшения синтеза жирных кислот и синтеза холестерина у нас в организме. Я не хочу говорить, что это может заменить статины и так далее. Вы понимаете, что от мыслей до воплощения дистанция слишком большого размера. Однако, подумать об этом стоит, потому что, к сожалению, на сегодняшний день при всей своей эффективности статины достаточно токсичны. Вы это прекрасно знаете. Ну, не удовлетворяясь вазонатом, этого не скажете. Ну и следующий слайд. Благодарю за внимание.